В Беларуси запустят серийное производство деревянных домов. На сегодняшний день полностью укомплектованы оборудованием 20 лесхозов. Благодаря этому они могут предложить четыре вида построек. В основном сооружения будут садового типа по 60 квадратов. Стоимость порядка 20 тысяч рублей. Госстандарт запретил к продаже несколько популярных в Беларуси порошков. Информация об этом размещена на сайте ведомства в разделе «Опасная продукция». Все дело в заниженных показателях помоющей способности. Поэтому они не могут применяться как средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Это просто неэффективно. В Могилевской области завершена подготовка к осенне-зимнему периоду. Паспорта готовности получили 1926 потребителей и 608 источников тепловой энергии. Отключение батарей напрямую зависит от погоды. Столбик термометра для этого должен держаться ниже 8 градусов на протяжении пяти суток. Чипы наркосовского произошло утром 22 сентября на территории ГСК-2. Горел гараж, внутри была легковушка. Огнеборцы быстро потушили пламя, но машина и имущество уничтожены. К счастью, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Всего за последнюю неделю в Бобруйске районе случилось четыре пожара без жертв. В городе 28 сентября пройдет профсоюзный прием граждан. На встречу можно задать вопросы по поводу норм законодательства, которые регулируют сферу трудовых и связанных с ними правоотношений. Обращаться необходимо с 10.00 до 12.00 в административное здание филиала Бобруйские электрические сети. Адрес Урицкого, 122А.